Воскресенье 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 Василий Финогенов мечтает о карьере земского врача. Однако, проучившись год на медицинском факультете, он по собственному его признанию решает, что не ножом исправишь человека, а словом только, и вскоре становится одним из лидеров студенческого революционного движения. После поражения революции 1905 года, в которой восторженный Василий принимает самое деятельное участие, его отчисляют из Казанского университета и отправляют в ссылку в Сибирь. Оттуда Василий совершает дерзкий побег, но, будучи от рождения левшой, путает направление и бежит не на запад, а на восток. Перебравшись через Беринга в пролив на утлом каяке, он попадает на Аляску, откуда, нанявшись на китобойное судно, уезжает в Европу. Василий Финогенов прожил в Швейцарии до 1917 года. Оттуда он обращался с пламенными воззваниями, печатавшимися в искре, ко всем российским революционерам. Именно в газете первый раз упоминается его партийный псевдоним «Саратов», выбранный по созвучию с именем родного города. Практически сразу после октября товарищ Саратов командируется в Саратырт, как комиссар саратырского РВС и 26 октября 1917 года председательствует на собрании Советов в здании консерватории, на котором провозглашается советская власть в губернии. В годы Гражданской войны Василий Саратов возглавляет оборону города. «На первую рану Ильича ответили Симбирском, на вторую Самарой будет третья, ответим Саратыртом», телеграфировал в Москву Саратов. Тем не менее, деятельность Саратова на посту военкома Саратырта порой получала неоднозначную оценку. В апреле 1919 года «Правда» публикует большую статью Валерьяна Куйбышева, где прямо говорится о политическом дальтонизме Саратова. К сожалению, Саратов оказался глух критики вследствие перенесенного в детстве воспаления среднего уха. Дальтонизм Саратова проявился и в отказе от регулирования дорожного движения разноцветными огнями в бытность его председателем губисполкома. Этим объясняется нынешнее отсутствие светофоров на городских улицах. Чтобы упорядочить движение, город пришлось подвергнуть существенной переделке, вследствие чего древний Саратырский Кремль был перестроен до неузнаваемости. Продолжение следует... Продолжение следует...